Всем привет, дорогие друзья! И сегодня мы поговорим о культовой серии игр. Ну и начнем, пожалуй, с самой первой части, но для начала немного предыстории. Max Payne — это легендарная серия игр в шикарном сеттинге нуарного детективного шутана от третьего лица. В начале 90-х один финский студент, Самули, увлекся программированием и создал что-то очень крутое — презентацию Second Reality. Сейчас это смотрится просто как что-то очень дикое, всратое, но на начало 90-х годов это было просто что-то нереальное. Этот самый студент понял, что на таких презентациях далеко-то не уехать, и в 95-м году на пару со своим другом Петри собирает команду разработчиков Remedy Entertainment. Поначалу команда не насчитывала много народу и базировалась дома у одного из участников. Первой игрой Remedy стала аркадная гоночка с видом сверху Death Rally. При разработке Death Rally в команду Remedy позвали еще одного сотрудника, который достаточно важен в нашем рассказе — Сами Ярви, который в будущем сменит свое имя на Сэм Лейк. Сэм при разработке Death Rally занимался абсолютно всем текстом в игре, разговором персонажей и описанием машин. Death Rally очень хорошо стрельнул. Разошелся примерно в 100к копий, Remedy наформила немного денег, перебралась в офис и решил заняться разработкой масштабного 3D-экшена. Но по пути к новой игре Remedy разработала собственный движок и повторила работу, с которой они начинали, а именно трехмерная демо Final Reality. Ах, да, Remedy на основе своего движка создала самый популярный до сих пор бенчмарк для видеокарт — 3D Mark. Remedy после удачи от игры Death Rally приперлись к издателям из 3D Realms, дали три своей идеи о новых играх и попросили бабок на разработку. Издатели сказали «Делайте шутан», они и сейчас популярны, ну а-ля Tomb Raider. Ну ок, сказали Remedy, и Сэм Лейк сел за написание сценария к игре, которая носила изначально название Dark Justice. По задумке Сэма, это должен быть шутан, вдохновленный нуаром и скандинавской мифологией. В основе сюжета игры лежало противостояние полицейского детектива и наркоборода, ну и, естественно, особое внимание Сэм уделял именно личности протагониста. Глава компании и издателя сказал, что херовастенькая идея, ребят, в название впихивать сеттинг игры, потому что в таком случае это вас обязывает в каждую игру впихивать этот сеттинг, как, например, Tomb Raider, где Tomb обязывает их в каждую игру впихивать гробницу, что сильно ограничивает разрабов. Издатель вкинул им идейку с именем Макс, а фамилию оставил уже на выбор ребятам из Remedy. Они очень долго мучились и решили, что фамилия Макса будет Head. В общем-то, игруха в разработке. Издатели разрабов пуливают бабосы в рекламу Max Head, как оружейный консультант по игре предложил фамилию Payne, так и появилось культовое название. В ту же очередь, Max Head и Dark Justice как название не отправились в мусорку, а превратились во внутренние игровые предметы. Max Head как порно-журнал, а Dark Justice как телевизионная передача. Bullet Time и Slow Mo было придумано именно благодаря тому, что издатели увлекались фильмами Джона Ву и так далее. Далее начинается интереснейшая история о создании локации. Левел-дизайнеры просиживали свою жопу, рисовали локации, но технологии на то время шагнули достаточно далеко. И Remedy было принято решение отправиться в Нью-Йорк, дабы нафоткать местный колорит и уже исходя из фоток собрать локации, дабы они были максимально реалистичны. Время вылета 6.00. Пункт назначения Нью-Йорк. Задача — беспощадно записать всё на камеру. Нью-Йорк Макса Пейна должен выглядеть даже лучше своего прототипа. В Нью-Йорк отправилось 6 левел-дизайнеров, у которых уже был конкретный план по абсолютно всем локациям в играх. Коптеров в те годы не очень много было, и они не очень так котировались. Поэтому Remedy приходилось искать знакомых в Нью-Йорке, дабы им предоставили место, откуда можно удачно запечатлеть город с высоты птичьего полёта. Также левел-дизайнеры тусили по самым страшным районам города, предпочтительно днём, и по более цивилизованным районам по ночам. В общем-то, интересненькое приключение получилось у левел-дизайнеров. Заместо того, чтобы просиживать в офисе за компами и рисовать, 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 они отправились в Нью-Йорк, держа в руках фотоаппараты и камеры. Были наполнены энтузиазмом и создали шикарные нуарные локации ночного Нью-Йорка, которые так надолго запали у всех в сердечке. Мы сделали 5000 фото и записали 10 часов видео для текстур, локаций, звуков и атмосферы. Главный герой игры стал определённой точкой отсчёта для сюжета. Сэм Лейк создал его как крутого копа. Он также добавил ему черты, которые часто встречаются у финнов. Упрямость и чувство собственной вины. Сэма Лейка очень волновала другая странная история. Он хотел сделать более глубокий, более психологический сюжет, чем в большинстве других игр на то время. Приключения Макса — это история мести человека, который попал в безумную, невозможную ситуацию, из-за которой его жизнь потеряла всякий смысл. Всё, что осталось — это архетипы и метафоры, монстры и демоны. Всё превратилось в миф. Пожалуй, приступим. Начинается игра уже с достаточно заезженного хода, с конца, в общем-то. Ну и, соответственно, легендарной фразы. Все они были мертвы. Последний выстрел поставил жирную точку в этой истории. Я снял палец с курка, всё было кончено. Чтобы рассказать эту историю, Максу нужно было отправиться назад на три года, в 1998 год. На то время он работал полицейским. Его знакомый Алекс Болдер предложил ему вступить в DEA — Управление по борьбе с наркотиками. Макс благополучно отказывается и отправляется домой. Придя домой, Макс слышит крики своей жены и странную графитульку внутри дома в виде буквы V. Ну и, впрочем, не очень благоприятную обстановку. Пройдя чутка по дому, раздаётся звонок, в котором ему говорят, что «Простите, но, к счастью, мы ничем не можем вам помочь». Очень странная фраза, хочу заметить. Поднимаемся наверх. Тут Макс уже точно понимает, что что-то не так. На нас выпрыгивает один из нариков, которого мы ликвидируем. По пути в спальню убираем ещё пару нариков и лицезреем ужасную картину, как эти уроды убили жену и ребёнка Макса. После похорон Макс соглашается на предложение Алекса вступить агентом в Управление по борьбе с наркотиками. Зимой 2001 года, спустя три года, как Макс вкалывает внедрённым агентом в группировку, ещё один агент ПП, имён, естественно, никаких нет, агенты и все дела, звонит Максу и говорит, что Алекс хочет встретиться с ним на станции метро «Роско-стрит». Прикатываемся туда и по какой-то невидимой чуйке Макса тянет в толкан. Там мы лицезреем труп охранника и понимаем, что тут бандиты Джека Люпина из мафиозного клана семьи Пуничинелла задумали ограбление банка. Выходим из толчка и валим двух бандосов, продолжаем свой путь по колуарам станции «Роско-стрит», валим бандосов направо-налево, обратите внимание, насколько всё было проработано уже на то время. Автомат с газировкой реально выплёвывает газировку. Все краны, которые есть в игре, реально можно включить и польётся водичка. Это, наверное, самое крутое внимание к деталям, которые я видел на то время. Макс знает, чтобы этим мафиозникам пробраться до банка, им нужно воспользоваться заброшенной частью станции. Ну, раз уж Макс тут, он решает предотвратить ограбление банка. Мы находим то, что хотели стыбзить грабители, акции «Эйзер Корпорэйшн». Чуть ещё потусив по этой локации, мы всё-таки встречаемся с Алексом. Эта встреча прерывается каким-то неизвестным типом, который убивает Алекса из-за угла. Убийцу мы не видели. Пейн сваливаясь со станции, отправляется в отель «Люпина», чтобы разобраться, чё там да как. Как только мы пребываем в отель, мы сразу пересекаемся с братьями Финита. Они говорят, что «Люпина свалил уже отсюда, но просил привет передать». Ну, Макс не растерялся, принял привет, его, так сказать, раскидал всех этих братьев. На столе мы лицезреем письмецо, которое накалякал Винни Ганьити, правая рука «Люпина». В письме написано послание о том, что один из бандитов Рико Муэрте должен припереться в Нью-Йорк, дабы произвести крупную наркозделку по продаже Валькирина. Начинаем нашу беготню по этому отелю, валим туда-сюда бандосов-наркосов. Наша задача уйти отсюда как можно скорее. Обращаем своё внимание на телек, по которому передаёт якобы именно Макс Пейн, прикончил Алекса Болдера. Подстава, конечно, дикая, но Макс руки свои не опускает, так сказать. Побродив ещё по этому отелю, мы натыкаемся на комнату Рико Муэрте. Самого Рика там не оказывается. Потусив ещё по этому отелю, мы находим комнату Кэнди Дон. Девушка, которая зарабатывает тем, что беспаливая через картину и тайную комнату в шкафу, снимает, как она обслуживает своих клиентов. В своём дневнике эта девушка упоминает какую-то женщину, которая скупает кассеты с одноглазым Альфредом. Интересная инфа, конечно, возможно, нам ещё когда-нибудь пригодится. Спускаемся в подвал этой гостиницы, где мы прерываем эту наркозделку. В баре мы лицезреем Рико Муэрте и ту самую Кэнди Дон, которых мы благополучно ликвидируем. Перед самим выходом Макс находит устройство, которое занимается прослушкой. Мы успеваем услышать нервного Винни Ганьити, который говорит о том, что Макса пора кокнуть уже. Мы понимаем, что Винни находится где-то в мотеле по соседству. Выдвигаемся туда, дабы узнать, где же Джек Люпина. Вываливаемся на улицу и палим, как в зданиях, которые принадлежат Люпина, происходят взрывы. Макс видит Мерин, одного из главы русской мафии Владимира. Тусуясь мимо этих криповых зданий, мы видим доску объявления, где красуется Макс, которого обвиняют в убийстве Алекса. Бродим по этому городу, тыкаемся в абсолютно каждую дверь, находим одну из дверек в подвал, который нашпигованной взрывчаткой. Пробиваемся сквозь толпы бандосов, тут нас в одном из коридоров херачит ловушка-бочка. Вот такие у нас старые игры были, это было больно, хочу сказать я вам. Бродим далее и натыкаемся на телефон, поднимаем трубочку, а на той стороне наш собеседник представляется Альфредом Лоуденом и сообщает, что полиция уже знает, где сейчас находится Макс. Лазаем там дальше, ищем ключик с запертой двери. Мы находим письмецо, в котором Винни Ганьете подробно рассказывает о краже нелегального оружия у Владимира. Вот в общем-то почему и весь стербор с подрывами этих зданий и так далее. Мы открываем дверь и собираемся повыше, тут происходит такая херобистика, что путь наверх завален. И единственный вариант пробраться на ту сторону, это по крыше соседнего мотеля. Спускаемся по лестнице вниз и вваливаемся в прачечную, в которой есть лифт. Макс долбится в дверь, но дверь ему никто не открывает, якобы чужой типоз. Идем в соседний дом и поднявшись повыше мы находим бандитов, и одного из них просим пройти с нами, дабы он сказал пароль и нас пропустили. Доходим до пункта назначения и этот тип открывает дверь, но тут начинается облава, подстава, все дела. Перебиваем этих всех нариков и поднимаемся на лифте на четвертый этаж. Выходим на крышу здания и перебираемся по трубе на соседний дом. Пролезаем потихонечку до здания, в котором находится кабинет Джека Люпина на пятом этаже. Добираемся до офиса и встречаем там Винни Ганьити. Немного словесной перепалки, после чего Винни хватает пулю и начинает убегать. Пейн быстренько выхватывает письмецо, в котором написано, что Джек Люпина совсем поехал кукухой. Лазаем по крышам, чуть позже прыгаем на поезд, не с первого раза, естественно. Движок старенький, не очень понимая, что именно мы хотим от него. Продолжаем бегать за ним по пути, кладя один за одним бандосов, и после того, как мы нагоняем Винни, мы ликвидируем его. Это, кстати, что-то вроде первого босса в игре, просто посмотрите, сколько пуль он захавал. Так еще и после этого умудрился с Пейном поболтать и рассказать ему, что Люпина сейчас тусуется в клубе Рагнарог. Добравшись до клуба Рагнарог, мы пересекаемся с большим количеством бандитов, которых мы валим. По пути до Люпина мы встречаем большое количество сатанинских и оккультных книг. Макс находит рваное окровальное письмо, в котором Пуничинелло просит Люпина взять себя в руки. Тут до Макса доходит, что Люпина поехал головой окончательно, и пытался заключить делку с дьяволом. Побродив еще по этому злосчастному местечку, мы попадаем в локацию, которая напоминает очередной босс-файт. Вы только гляньте, сколько тут оружия и хила. Отовсюду нас начинают прыгать охранники, бандиты, их прям много, и они везде. Валим их, и наконец-то пересекаемся с Джеком Люпина, который оказался убаханный наркотой и нес абсолютно невнятную дичь. Знаете чё? Люпина верит в то, что он волк. Вот оно как. Понятно. Тут опять же босс-файт хардкордый, только из-за того, что у него просто завышенное количество хп. Выпускаем в него около пяти, наверное, рожков микро-узи, и он наконец-то повержен. Далее мы пересекаемся с Моной Сакс, сестрой-близнецом Лизой Пуничинелло, которая является женой Дона. После небольшой словесной перепалки, Мона дает нам знать, что Джек Люпина абсолютно не тот человек, который прикончил Алекса. Максу нужно брать выше и прикончить самого Анджела Пуничинелло. После того, как они немного прибухнули, Макс понимает, что Мона что-то намешала ему в бокал, и Макс благополучно теряет сознание. Далее геморройная часть игры. Макс видит какую-то дичь. Он является прямиком в тот день, когда убили его семью. Естественно, в его создании всё гиперболизировано и достаточно крипово. Тут мы попадаем в лабиринт, в котором смысл в том, что нужно просто идти на стрёмные звуки, дабы выйти из этого местечка. После чего мы попадаем в хромешную тьму. Тоже некий лабиринт, где мы ходим по мелким кровавым жердочкам. По итогу мы попадаем в спальню и видим совершенно другую историю. Якобы сам Макс убил и свою жену, и ребёнка. Ох, крипово, конечно. Но наш Макс наконец-то просыпается и понимает, что он привязан к стулу в отеле Люпина. Наш надзиратель это некий Фрэнк Ниагара. Макс решает шуткануть немного, после чего сразу же получает битой по башке. Фрэнк решает добить Макса попозже, а сам сваливает в бар, оставив нас наедине с битой. Макс вылезает из этого стула, так сказать, и нам доступна одна только бита. И не единой баночки-выручалочки для ХП. Тут игра, видимо, подразумевала, что нужно играть по стелсу. Бродить по комнатам, искать какие-то предметы. И потом уже вырубать всех бандосов. Но я решил, что это не для меня. И поэтому спустя десяток кропотливых и неудачных попыток, всё-таки вырубаю битой двух типов, похватываю оружие и вырубаю всех, кто тут в принципе есть. В конце концов, мы вываливаемся на улицу и оказываемся на входе в отель. В отеле уже тусила полиция. Раскрасив всё мелками и обвязав ленточкой, как новогодний подарок. Для бандосов это была вообще не проблема. Они ворвались в отель и тусили тут. Нам предстоит долгое хождение по этому отелю. После чего мы натыкаемся на того самого типа Ниагару, который бил нас больно битой по голове. Начинается перестрелка, и мы с большим трудом, но это типа опять бусфайт. Вырубаем этого любителя бит. По дороге к бару мы подслушиваем разговор о том, что Мона, в общем-то, сама совершила покушение на Пуничинелло. Но была схвачена, и сейчас её пытают бандосы. Также Макс узнал, что все считают, что он мёрз после перестрелки в ночном клубе. После того, как мы вывалились из отеля, мы пересекаемся с тем самым Владимиром. Тот самый нелегальный гонщик намерения. Ну, помните его, да? Владимир делает Максу предложение, от которого тот не сможет отказаться. Некий Борис Дайм, или Борис, не знаю. Подручный Владимир кинул его и начал работать на семью Пуничинелло. Оставив при себе кораблик, полностью набитый оружием и прочим арсеналом. Владимир объясняет, что этот самый Борис, работающий на Пуничинелло, это плохо и для Владимира, и для Макса. Владимир обещает, что если Макс проникнет на тот самый оружейный корабль и ликвидирует того самого Бориса Дайма, то Макс сможет забрать себе столько оружия, сколько только сможет с собой утащить. Да и плюс ко всему, получит себе хорошего союзника. Ну, наш Максон, в принципе, соглашается и отправляется в Бруклинский порт. Тут мы бродим по этому порту, валим всех подряд, кто хоть маломальски двигается, находим снайпу, решаем небольшие головоломки и вскоре, наконец-то, добираемся до того самого корабля, в котором мы тоже валим бандосов. В один момент Макс вновь натыкается на телефончик, на который мы, естественно, отвечаем, и оттуда нам вещает Пуничинелло. Пуничинелло попросту язвит и типа как угрожает нам, но Максу, в общем-то, насрать. Зачем вообще поднимать трубки стационарных телефонов в незнакомом тебе месте? Я вообще не понимаю Макса. Ликвидируем этого Бориса Дайма и всю его команду, мы лутаем все, что только мы смогли найти, и отдаем Владимиру этот корабль. Макс решает взять Пуничинелло хитростью, звонит и прикидывается уставшим и сдавшимся, и предлагает ему встречу. Сам Пуничинелло соглашается и назначает нам ту самую встречу в своем ресторане «Касса де Ангело». Макс, придя туда, даже и не ожидает, что это по итогу окажется ловушкой, хотя стоило было об этом подумать, Макс, стоило было подумать. Ресторан начинает гореть, все вокруг взрывается и начинаются крысиные бега, при которых Макса несколько раз вырубает, то взрывы бочек, летящие прямо нам в лицо, то просто огонь. Вскоре, пробежав все это огненно на ловушку, добежав до выхода, мы видим кучу охранников, которые мы перебиваем, вываливаемся из этого самого ресторана и встречаем Владимира, который предлагает нам помощь и говорит, что готов подбросить нас до особняка Пуничинелло. Макс валивается в поместье через подвал, так как за центральными дверями нас будут ожидать трое диких типов. Винс Муниаджо, Пилат Провиденс и Джо Каменюка. Каменюк. Три самых известных гангстеров, работающих на Дона. С уголовными делами, толстыми, как телефонные справочники. Пройдя в подвал, Макс лицезреет большое количество трупаков-бандитов и открытую дверь в подвал. Делаем вывод, что это все проделки Моны, и ей все-таки удалось сбежать. Начинаем долгую тучню по этому зданию. Бродим от самого подвала до самого верха, до кабинета Пуничинелло. Макс понимает, что встречи с этими тремя гангстерами ему не избежать, и он решает вырубить их поодиночке, потому что хотя бы там у Макса будут шансы. На кухне мы натыкаемся на три карты Таро. Одна из них выглядит как башня, которая, скорее всего, обозначает особняк Пунчинелло. Вторая – Дьявол, возможно, обозначающая Дона, ну а третья – смерть, воплощенная в Максе. Первым Макс вырубает Пилат Провиденс, который пытался сныкаться от нас за перевернутым столом, но не тут-то было. Второй на нашем пути оказывается Джо Салэм, ну тот самый, который Каменюка. В спальне Макс натыкается на забитые до смерти тела Лизы Пунчинелло, жены Дона. Над особняком начинает кружить вертолет. Опять неизвестный аноним благодетель сообщает нам, что вертолет уже приземлился. Спасибо, я слышал. Ласт препятствием для Макса будет Винс Муниаджа, который максимально старался охранять дверь, которая ведет в кабинет Дона, но что-то не получилось. Мы добираемся, наконец-то, до кабинета Пунчинелло, там Дон звонит по телефону, просит помощи, но после чего вырывает строй бравых типов, которые благополучно зачем-то для начала вырубают самого Пунчинелло, а после Макс укладывает этих ребят отдохнуть. За одной из следующих дверей нас поджидает таинственная баба с кучей вооруженных типов. Баба эта нас связывает, накачивает конской дозой валькирина и оставляет умирать. За несколько мгновений до того, как Макс отрубается, он слышит фразу «Отвезите меня в холодную сталь». Тут Макса опять же благополучно накрывает, и нам снится кошмар. Мы оказываемся в кабинете Пунчинелло. Лицезреем единственную дверь, пройдя в которой мы попадаем в прихожую дома Макса, которая выглядит достаточно крипово. Добегаем до спальни, как вдруг опять оказываемся в кабинете Пунчинелло. Вокруг все горит, и нам опять звонит телефончик. В том конце провода кто-то голосом Макса несет какую-то несусветную дичь, после чего трубка в руке Макса превращается в пистолет. На столе записка, которая гласит, что Макс находится в рисованном романе. Ну, отчасти так и есть. Снова пытаясь выйти, мы опять оказываемся в своей прихожей. Тут нам опять предстоит прогулочка по кровавым ленточкам. На этот раз на них придется еще и попрыгать. Геморройно, конечно, но, наконец, пройдя эту головоломку, мы оказываемся в спальне, где мы видим самого себя у трупа жены. Макс достает дуалбереты и пристреливает свое отражение. Максо начухивается. Выглядит паршивенько, конечно, но у нас есть хотя бы одна зацепка. Холодная сталь. Мы приваливаем на этот завод, и тут откровенно творится что-то странное. Грузовики, вооруженные ребята. Залезаем на этот завод, где мы встречаем тысячу и одного вооруженного наемника, которых мы благополучно раскидываем. В ходе одной из перестрелок Макс слышит команду, что эти самые наемники начинают операцию «Слепой». Мы находим лифт, который отвозит нас в бункер под заводом. Оказавшись внизу, мы лицезреем неких агентов, которые активировали систему самоликвидирования этого объекта. На полу в этом зале Макс видит уже знакомую нам букву «Ви». Макс начинает благополучно понимать суть событий. Ну, короче, Максону насрать, что это здание скоро самоуничтожится. Мы начинаем бродить по этой самой лаборатории. И в один момент находим компьютер с данными об истории проекта Вальгала. Макс узнает, что Валькирин был создан в 91-м году как лекарство для солдат, которое увеличивает моральную и физическую стойкость. В 95-м году после череды неудачных исследований правительство закрыло проект. Самая главная головоломка собирается в голове Макса. Мишель Пейн, жена Макса, работала на внешнюю компанию проекта Вальгала и совершенно случайно узнала секретную информацию. Исследования нелегально были продолжены и для тестирования выбрали именно дом Макса Пейна. Те самые нарики в доме Пейна и были этими тестовыми субъектами, на которых проверяли эту наркоту. Тут я хочу познакомить вас с моим тупняком и с таким великолепным явлением старых игр, как неудачные сейвы. Вот тут я зачем-то засейвился. За 5 секунд до самоуничтожения всего этого здания. Пару попыток я тупил и не понимал, что делать. Но когда понял, было уже поздно. У меня было всего 5 секунд, и я никак не мог добраться до выхода. Благо Рэмидзи сделали такую вещь, что он хранит 2 последних сохранения, благодаря чему мы благополучно успеем свалить из этой злосчастной лаборатории. После такого напряженного денька Макс решает немножечко почилить, отдохнуть. Как тут вдруг нам звонит тот самый ПП, помните, да? Который предлагает встретиться на парковке Чорь Коммуникейшн. Тут у Макса складывается 2 плюс 2, и он понимает, что это именно ПП послал Макса на встречу с Аликсом, которого грохнули, и туда сразу же отправилась полиция. Люпина и Винни знали о том, что Пэйн работает в полиции. В общем-то, Макс понимает, что это именно этот ПП прикончил Аликса и подставил Макса. Как только Макс, пересекаясь с ПП, сразу же вываливает ему все эти догадки прямо в лицо, ПП пытается объяснить, что это все брехня. Но понимает, что Макса уже, в общем-то, не переубедить, он сваливает к машине, а Макса в это время окружают вооруженные люди. Мы вырываемся из этой ловушки и начинаем бегать по этой многоуровневой парковке за этим самым кидалой. Проходим этаж за этажом, где месим достаточно большое количество бандосов, после чего на последнем этаже машина, которая катала ПП, попадает в аварию. Этот самый ПП пересекается с нами лицом к лицу. Макс заваливает этого типа, после чего нас сразу же прерывает очередной звонок. Нам отвечает таинственный благодетель Альфред Уоден, который назначает встречу Максу в Асгард Билдинг. Макс приваливает на место встречи, где нас встречает этот Уоден и представляет нам других членов этого тайного сообщества, которое называется Внутренний Круг. Максу рассказывают, что Николь Хорн возглавляла проект Вальгала, и именно она является ответственной за создание Валькирина. После того, как правительство перестало финансировать этот проект, Хорн продолжил разработку этого проекта. На данный момент это Хорн, президент Айзер Корпорейшн. Этот самый Внутренний Круг хочет покончить с Хорн, но она их шантажирует. Именно поэтому Уоден предлагает Максу покончить с Хорн, а они взамен снимут с него все обвинения. Но тут упыри под предводительством этой самой Хорн, находят место, где тусуются члены Внутреннего Круга и перебивают всех. Макс остается жив благодаря тому, что сиганул в окно. В комнате охранным и парням, как казавшийся мертвым Уоден, просто встает и уходит. В офисе Макс натыкается на то, чем именно Хорн шантажировала Внутренний Круг. Помните ту бабу с камерой в картине? Именно Хорн приходила и скупала все видеоматериалы. А вот Внутренний Круг любил потусить у этой бабы, так сказать. Именно поэтому они были у нее на крючке. Макс сваливает из Асгарда и тусуется по городу перед началом финальной миссии. Мы прикатываем до этого самого небоскреба Айзер Корпорейшн. Охрана сразу начинает нас смесить и знаете что? Они во-первых безумно дикие, а во-вторых совершенно не берегут здания, которые они охраняют. Какого хера из гранатометов по мне херачат? Это вообще нормально? Чтоб вы понимали, они выдерживают два, а то и три выстрела со снайперской винтовки. Это очень опасные ребята, короче. Хорн спустила на нас самых диких и вооруженных до зубов ребят, которые очень плотные и хрен пробьешь. Но мы вроде бы как справляемся с этой задачкой. Тут же есть дичайшие головоломки с лазерами, минами, с лифтом, который катается по этим самым минам. Но мы проходим все дальше и дальше. В один момент Хорн психует и орет на этих самых ребят, что они безмозглые. Какого хрена они до сих пор не прикончили Макса? Проходим мимо свистящих путь далее и добираемся до четвертого этажа, где пересекаемся с Моной Сакс. По громкоговорителям Хорн всячески пытается приказать пони убить Макса, что якобы Мона работает на нее. На что Мона отвечает Хорн, что Макс хороший парень. После этой самой фразы в Мону прилетает просто дождь из пуль от охранников. Мона замерто падает в лифт с залитой кровью. Двери лифта захлопываются и Макс остается один на один с этими охранниками. Перестреливаем всех этих бандосов, вызываем лифт и лицезреем, что Моны в этом самом лифте уже нет. Остается надежда, что Мона все-таки еще жива. Мы поднимаемся к главному терминалу и получаем доступ к подвалу, где я долго не мог понять, что делать. Оказывается, нужно стрелять по этим столбам, дабы отрубить защиту Хорн. Мы поднимаемся в сам пентхаус и встречаемся с Хорн нос к носу. Хорн сваливает, мы начинаем преследовать ее и добираемся до крыши этого здания. Хорн пытается свалить на вертолете, но Макс у нас не лыком шит. Валим бандосов для начала и снайпой стреляем по тросам. После чего один раз у меня забаговала игра и абсолютно ничего не произошло. А вот уже со второго раза на вертолет Хорн падает центральная вышка и прибивает этот самый вертолет, после чего он падает в самый низ на землю. И вот она сцена из самого начала игры. Макс стоит на крыше и говорит ту самую легендарную фразу. Все они были мертвы. Последний выстрел стал отметкой, которая изменила все. Я убрал палец с курка, все было окончено. В этот момент на крышу вваливается спецназ и скручивает Пейна. Макса усаживают в полицейскую машину. В толпе народу он не застрелит живого и здорового водона с успешкой победителя на лице. Макс тоже ухмыляется и говорит, и победителей было двое. Ну в общем-то и все дорогие друзья. На этом разбор первой части Макс Пейна у нас заканчивается. Остаются еще две части во вторую. Я когда-то играл, проходил, но абсолютно ничего не помню. Третья не играл никогда и не знаю, чем закончилась история нашего Максима. Так что впереди вас ожидают еще два видоса по этой великолепной вселенной. Большое спасибо за просмотр. Спасибо, что были тут. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите ваши комментарии. Всего хорошего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите ваши комментарии.